Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. 7 ноября на центральной площади Бельц несостоявшийся кандидат в премьеры Бельц-румынский экс-депутат Кристиан Рызи столкнулся со сторонниками кандидата от блока коммунистов и социалистов Александра Нестеровского. Словесная припалка едва не закончилась потасовкой. Всё происходящее сняли на видео очевидцы. Как сообщается, бывший депутат румынского парламента посреди города набросился с обвинениями на бывшего президента Игоря Дадона и представителей партии социалистов. Инцидент произошёл во время агитации за кандидата в мэры города от ПСРМ Александра Нестеровского. Рызи, которому было отказано в регистрации кандидатом в мэры Бельц, обрушился на социалистов с критикой. Наибольшее число обвинений было против Игоря Дадона. Осуждённый в Румынии депутат обвинил Дадона в незаконном лишении его гражданства РМ за деньги. Он заявил, что неформальный лидер социалистов – преступник, который украл у него гражданство. В конфликт вмешались другие представители ПСРМ, которые также участвовали в агитации за кандидата в мэры города Бельц и Нестеровского. Сторонники социалистов попытались успокоить Рызю. Депутат-социалист Григорий Новак, также присутствовавший на площади, Бельц в момент стычки назвал Рызю дикарём, кто-то из толпы даже замахнулся на бывшего румынского депутата. Стычка закончилась тем, что Рызю пришлось ретироваться и скрыться в стенах ближайшего магазина. Кристиан Рызя в своём инстаграм-аккаунте сообщил, что вызвал на место происшествия полицию. По инциденту был составлен протокол. Полиция должна выяснить все обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, приславших в СП видео скандала Кристиан Рызи и вторая сторона провоцировали друг друга. Напомним, Александр Нестеровский стал кандидатом от ПСРМ на досрочных выборах мэра города, Бельцы, которые пройдут 21 ноября. В Румынии экс-депутата Кристиана Рызю обвиняют в торговле влиянием и отмыванием денег. По данным следствия, он вымогал 300 тысяч евро у румынского бизнесмена. В декабре 2017 года суд первой инстанции признал Рызю виновным и приговорил к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы. В марте 2019 года Рызю объявили в розыск по линии Интерпола. За несколько недель до вынесения приговора судом первой инстанции Рызи подал документы на получение молдавского гражданства, которое было одобрено. Скандал вокруг молдавского гражданства Рызи разгорелся в середине октября 2020 года, когда румынское издание написало, что Рызи спокойно живёт в Кишинёве, в дорогом жилом комплексе, не работает, содержит жену и любовницу. Журналисты издания также сообщили, что Рызи помогли получить гражданство сотрудники посольства Молдовы в Румынии и сотрудники администрации тогдашнего президента Игоря Дадона, в частности, советник главы государства по вопросам обороны и нацбезопасности Артур Гуменюк, который затем занял должность замглавы службы информации и безопасности. В тот же день СИП опубликовал опровержение. Гуменюк утверждал, что не виделся с Рызи и не помогал ему получить гражданство Молдовы. 2 ноября президент Игорь Дадон подписал указ об отзыве у Рызи гражданства Молдовы.